В эфире праздничный выпуск информационного агентства «Город» в студии Кристина Добровольская. Здравствуйте! Сегодня прекрасная половина человечества отмечает Международный женский день. История праздника насчитывает более сотни лет, однако об истоках его возникновения вспоминают все реже. С чего все началось и какой смысл со временем утратил этот красный день календаря, решила напомнить Ксения Богданова. Восстание работниц швейной фабрики в Америке, феминистские движения в Европе и Клара Цеткин, яростно боровшаяся за права женщин. Нынешнее поколение с трудом вспоминает то, что предшествовало празднику 8 марта. Нет, если честно, нет. Я помню, но я сформулировать не могу. Ну, вроде раньше, когда женщины не отдыхали, но они трудились, что-то там вроде что-то сделали и закончили какую-то работу 8 марта, и вроде от этого праздника появился женский. Ну, это революционерка, я так понимаю, которая боролась за права женщин. Клара Цеткин, которая утвердила, можно сказать, не закон, а праздник 8 марта. Именно ярая коммунистка Клара Цеткин и утвердила этот праздник в 1910 году. В России он стал известен после событий февральской революции, в которой немаловажную роль также сыграли женщины, вышедшие на улицы Петрограда с требованием хлеба. По новому стилю это произошло как раз 8 марта. Уже после революции, разумеется, этот праздник у нас обрел статус официального, и он отмечался именно как день борьбы и равенства прав женщин. В Советском Союзе он начинает менять свой характер, потому что те основные требования, которые выдвигались в начале 20 века, в Советском Союзе все это было реализовано, и даже более того. Сегодня, спустя десятилетия, женщинам уже не нужно ничего доказывать. Они с удовольствием пользуются своими правами и осваивают профессии, которые ранее считались сугубо мужскими. Теснят сильный пол женщины и на политической арене. Я кому успею обзвонить, всем скажу спасибо. Представительница прекрасного пола во главе целого города явление для России пока редкое. Мэров женщин в стране всего две. Валентина Калита, возглавившая Благовещенск менее года назад, делится на такой ответственной должности, свою женственность приходится скрывать даже в праздники. Как бы женщина ни говорила о том, что она равна, и ее надо воспринимать на равных, да, есть моменты в жизни женщины, когда она требует к себе действительно особого внимания. Вот чем отличается, наверное, женщина-мэр от других, потому что вот я себе не могу позволить давать себе преференции в этом вопросе, потому что я понимаю, что с меня как женщины больше спрашивают, чем с мужчины бы спросили. К слову, представители православной церкви 8 марта за праздник вообще не считают, ведь изначально это был женский бунт. Они чтят любовь, терпение и свой православный праздник – День жен-мироносец. Он отмечается во второе воскресенье после Пасхи. Некоторые говорят, вот, дескать, церковь дискриминирует женщин по каким-то мотивам. На самом деле очень высокое отношение, ответственное отношение к женщине в церкви. И в этот день мы поздравляем наших женщин. Может быть, мы 8 марта так не празднуем, не садимся за стол. Зато на День жен-мироносец мы дарим цветы своим женщинам и, скажем так, празднуем. Если бы Кларе Цеткин, учредившую праздник 8 марта, рассказали, что спустя 100 лет женщины в этот день будут принимать подарки и комплименты от мужчин в знак своей красоты и хрупкости, она бы просто не поверила. Но время вносит свои коррективы и сегодня этот день полностью утратил свою политическую отраску. Женщины, как настоящие женщины, получили, что хотели и больше не желают быть сильными и независимыми. Теперь они ждут заботы и, конечно, внимания. Ксения Богданова, Михаил Величкин, программа «Город». На нее оборачиваются на улице, а самые смелые даже подходят познакомиться. Героиня следующего сюжета – не телезвезда, не политик и, надо сказать, совсем неизвестная широким кругом личность. А внимание привлекает яркой одеждой и аксессуарами, которые рукодельница шьет сама. Из очень необычного материала. Какого – смотрите в сюжете. Семь ночей, тысячи нервных клеток и один огромный павлопосадский платок – вот и все, что потребовалось мастерице Наталье Колесниковой, чтобы создать совершенно уникальную вещь. С этого расписного пальто и началось год назад ее хобби. Вообще изначально я думала шить платье. Тут как раз весна была у нас, не за горами. Думаю, зачем платье? Можно сделать пальто. Все продумывала, модель тоже. Было страшно. Первый блин не только не вышел комом, но и нашел мастерицы первых заказчиков прямо на улице. Сегодня уже пять благовещенных щеголяют в подобных пальто. Шить из платков Наталья умеет не только одежду, но даже сумочки и варежки. Главное, рассказывает, не повредить хрупкую ткань. Для этого, прежде чем кроить, проклеивает ее дублерином. Свои творения женщина создает исключительно из настоящих павлопосадских платков. Заказывает их прямо с фабрики. Китайские подделки не признает и может отличить с первого взгляда. Точнее, с первого прикосновения. Увлечение платочным конструированием не из дешевых и не из простых. Один платок с мануфактуры Павловского посада в зависимости от размера стоит от тысячи рублей до четырех с половиной. Времени и терпения требуется еще больше. Это любить нужно. То есть, когда стоишь там, выкладываешь часами, там узорчик, и думаешь, подойдет, и как он будет смотреться. Это нужно прям такое желание огромное, чтобы именно вещь красивая получилась. Впрочем, любовь со швейной машинкой у Натальи из детства. Рукоделием занимались и бабушки, и прабабушки, и мама. Сама вначале одевала кукол, потом собственных детей, теперь шьет все больше для себя. Сейчас продумывает наряд к выпускному балу сына. Ищет самое красивое из павлопосадских изделий. Кристина Добровольская, Мария Селезнева, Денис Лугов. Программа «Город». Но гораздо большее значение для настоящих женщин имеет даже не новое пальто и платье, а то, что под ними. Если у современниц с выбором нижнего белья никаких проблем, жительницы страны Советов о приличном комплекте порой могли только мечтать. Тему из поднего в рубрике «Обратно в СССР» попыталась раскрыть Анжелика Павлова. За красивыми халатами во времена СССР охотились не только женщины, но и мужчины. Последние никогда не упускали возможности прикупить что-то по знакомству с своим женам. Женщины же, как и сейчас, были падки на нарядные корсеты и комбинации из натурального шелка. Моделированием всего этого в стране Советов занимались Александр Родченко, Вера Мухина, Варвара Степанова и другие передовые художники и скульпторы. Так что многие женщины могли носить чулки, каких не было в самом Париже. Впрочем, в 40-х мода поменялась. На фабриках шили исключительно хлопковое и сатиновое белье трех цветов – синего, черного и белого. Позволить себе заграничное или качественное исподнее, сшитое в ателье НКВД, могла лишь верхушка СССР. Они отдельно продавали срезинки в упаковке и сами пояс шили тканевый и пришивали этим. Для благовещенки Марины Рубцовой и ее подруг выставка советского нижнего белья в Крыльевическом музее как проводник в прошлое. Вспомнили все, почему в молодости с ума сходили, а что из нижнего белья совсем не любили. Панталоны вот эти теплые с начесом мы не любили, хоть нас и заставляли, зимы холодные были. И шили в основном мы сами все. Вот были в моде подъюбники. Мы ходили даже вот девчонками на курсы кройки и шитья. И старались сами где-то что-то смострячь, что-то, что-то это. И подъюбники были очень модные, что подъюбник это оденешь. Ой, ну это было шик. Шиком были и пеньюары. Вот этот, например, в 1982 году жена офицера советской армии купила в ГДР. Хранился в ее семье он очень бережно. Ведь такая вещь казалась особенно роскошной советской женщине, не избалованной разнообразием как нижнего, так и домашнего белья. Возможность побаловать себя красивым исподним даже у актрис появлялась редко. Ольга Оросьева как-то призналась, на какие хитрости шли женщины, желающие щеголять в чулках, которых не было. Они покупали в магазинах красный стриптоцит, разводили его, мазали ноги, после чего те приобретали оранжево-бежевый оттенок. Гримом рисовали черные швы и ходили с крашенными голыми ногами до поздней осени. Носить качественное нижнее белье в СССР стремились даже мужчины. Речь, конечно, не о рабочих заводах, а о высокопоставленных чиновниках. К примеру, подписавший тысячи приговоров, Лев Мехлис носил под френчем вискозные кальсоны цвета свежей лассасины. А ближайший соратник Сталина Лазарь Каганович был поклонником белья из тончайшей шелковой чесучи, обязательно с костяными пуговицами, естественно, перламутровыми. Эфир программы продолжит вкусный выходной. Сегодня в нашей кулинарной рубрике особенный гость – супруга главы региона Анна Логинова. Полицейский психолог, оказалось, тонко подходит не только к общению с близкими, но и к угощению для них. Насколько легко можно приготовить самое изысканное блюдо – сейчас увидите сами. Индейка Сегодня мы с вами приготовим индейку с брусничным соусом. Это традиционное блюдо, которое я готова на Новый год. Нам для этого потребуется индейка, брусника для приготовления соуса, белое сухое вино, чеснок, корица, сахар, соль, перец. В общем-то, и все ингредиенты. Итак, мы берем индейку и режем ее на порционные кусочки. Мясо мы порезали, и сейчас мы будем его мариновать. Я беру чеснок, немножко его придавливаю и просто мелко-мелко нарезаю шинку. Таким чесноком мы будем натирать индейку с во всех сторон. У меня в семье очень часто родители готовят, и очень вкусно. И мама, и папа готовят очень хорошо. Мы всегда готовили мясо, запекали курицу, ну, на какие-то семейные праздники, утку, дикую утку, иногда гуся, которого папа с охоты принесет. Поэтому я их готовлю, это в своей нынешней жизни, да, уже взрослой. Берем индейку, посыпаем ее солью, перцем. Знаете, я вообще считаю, что любое мясо – это полезно. Но индейка не жирное мясо, считается более полезным. Я вообще мясоед и люблю мясо, в отличие от моего мужа. Он такой рыбный товарищ. Мы берем натертую солью, перцем и чесноком индейку и немножечко-немножечко поливаем ее соевым соусом, совсем чуть-чуть. И пока наше мясо маринуется, мы будем начинать готовить наш брусничный соус. Для этого нам нужен стакан воды и брусника. Она у нас обычная, замороженная. Мы ее кладем в кастрюльку, доводим эту бруснику до кипения. Мешать ее не нужно до тех пор, пока она не закипит. В бруснику мы добавляем 3 ложки сахара и все это помешиваем. И не даем бруснике закипеть. Мы ее немножко томим, минут 10. Наша брусника стала мягкая, и мы можем добавить пол чайной ложки корицы. Итак, наша брусника готова. Мы ее снимаем с плиты и блендером мы ее размельчаем. И сейчас мы опять возвращаем на плиту и добавляем немножко вина. Вино нужно для того, чтобы был пряный терпкий аромат. Весь алкоголь выпарится, пока этот соус будет доходить. Мы получим именно тот аромат и вкус, который должен быть. Итак, наш соус готов. Пахнет он корицей, похоже очень на варенье, но все-таки это соус. Он менее густой. Мы его отставляем в сторону, даем полчаса ему остыть. Он немножко загустеет и будет той консистенции, которая нам будет нужна. И берем индейку и выкладываем ее просто в сковородку. И обжариваем ее с двух сторон. Готовить приходится не часто, потому что дома едим мы не так часто, как хотелось бы. Но готовить я люблю. Я готовлю и дома, и у родителей, и на природе. Вот у телекомпании «Город» в гостях сегодня по их просьбе готовлю именно индейку. Индейка у нас практически готова. Мы ее обжарили. И сейчас мы ее убираем в духовку минут на 10-15, чтобы она у нас внутри просто немножко пропеклась, прожарилась. Жилых осьминогов, скорпионов, скалопендр и прочие вещи я не ем. Опасаюсь есть в других каких-то странах какую-то непонятную еду, потому что спасать там некому. Если вдруг что-то случится, мне очень приятно бегать, искать наше посольство и что-то там организовывать, доставку. Не дай бог хладного труба. Я думаю, что получилось очень вкусно. Насчет красиво судить не мне. И я думаю, что оно очень простое в приготовлении. Каждый дома на своей кухне сможет его повторить. Приятного аппетита! Готовить индейку в брусничном соусе просто. Нарезаем ее крупными ломтями, натираем чесноком, солью, перцем, поливаем соевым соусом. 15 минут она маринуется. Готовим соус из воды, брусники, вина, сахара и корицы. Кипятить не стоит, томить обязательно. Индейку жарим с обеих сторон, потом запекаем в духовке. В течение 15 минут на 180 градусах. При подаче полить ароматным соусом и украсить овощами. Вкуснятина! Праздничный выпуск завершит рубрика «Лишний билетик». Ее героиней в честь 8 марта стала исполнительница российского шансона «Рада Рай». А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Рада Рай — российская певица. Настоящее имя Елена Грибкова. Родилась исполнительница шансона 8 апреля 1979 года в Магадане. Мама артистки, родом из Белогорска, а отец — цыган по национальности. Поэтому в песнях «Рады Рай» часто присутствуют напевы этой вольнолюбивой народности. 5 марта загадочная исполнительница давала концерт в Благовещенске, а перед ним интервью нашей телекомпании. Допустим, в каком-то концерте заявлена какая-то из старых песен. Я уже не помню, как я спела. И мне нужно в себя попадать, а я уже привыкла в концертах петь по-другому. Я в себя по-любому не попаду. И это для меня проблема. И так же все артисты. Поэтому вживую спеть работать всегда намного проще, чем под фонограмму. Некоторые телевизионщики, к сожалению, не могут позволить себе сделать живой звук. И загоняют артистов в такие рамки, что приходится идти на их условия. К сожалению, такое и есть. Быть нам вместе, быть нам вместе, не в судьбах разлучили навсегда. Сердцу больно, сердцу больно, нелегко улетели далеко. Ну, мне кажется, что это должно быть что-то, наверное, теплое, золотистое. Что-то такое и яркое, и нежное в то же время. Мне сложно себя как-то... Нет, я не могу описать свою душу. Это должен сделать человек, который меня хорошо знает. Ничего не прорабатываю. Вот понравилось, пошла куплю. Я в этом плане не заморачиваюсь. Хотя, конечно, кое-что я шью. Ну, бывает, возникает какая-нибудь фантазия. Я ее на словах расскажу партнете. Она учтет мои пожелания. Но чаще всего я покупаю, шью мало. Вот эту тут тоже пошла куплю. Шла в мину, увидела. О, нравится. Возьму. Если довелось родиться женщиной, то женственность, она в любом случае есть. Просто у кого-то она в большей мере раскрывается, у кого-то в меньшей степени. Вот. Это уж как сама женщина захочет. Захочет там спрячет себя подальше. Но все равно от женственности никуда не деться. Ты же женщина, в конце концов. Мой танец, броди, разлучница Рядом хитрой кошкой И ракошки на чужих дорожках В синем небе журавли А моя синица на родной тучится Люди, которые выросли в таких условиях природных, суровых Это и Дальний Восток, и Север Ну, это люди, которые Сочетают в себе Такие замечательные качества Это и интеллигентность И способность выживать В суровых условиях Это взаимовыручка Товарищество Умение дружить Это очень крутые люди Я очень горжусь, что я могу себя причислять К этим людям, выросшим на Севере В таких условиях Потому что это, безусловно, закаляет характер Ты бога и капли надежды С высоты О белоснежке Унеси В поле часуки В небо Я в небо выпущу Вольную тень Свободу в клетке И унижать Высоко Пусть летит Поблакар Я очень люблю, кстати, вообще природу такую Мне очень нравится этот климат Конечно, кто-то, может быть, подумает, что Хорошо любить на расстоянии Я не живу сейчас там Но мне не обязательно жить Сейчас на Севере Я частенько бываю в этих краях И я жила раньше много лет в таких условиях И мне Мне никогда не было плохо от этого Мне всегда нравилась эта природа Мне очень нравится снег, зима, холод Я не боюсь мороза И даже когда еду на гастроли Я всегда чуть с большей радостью еду, например, куда-то на север Нежели на юг Хотя, конечно, ни в коем случае не хочу обидеть южан Безусловно, там тоже своя прелесть Но просто мне по духу ближе север Дорогие женщины, мамы, бабушки нашего любимого Преаморья В преддверии Великого праздника 8 марта Разрешите от всех мужчин Амурской области Поздравить вас Пожелать вам любви Счастья Цветов Солнечных дней И знайте Мы любим вас Гордимся вами И верим в вас Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»